Ряды уличных кафе Тупые девки, как же я вас ненавижу Занимаются чем-то нехорошим Фотографируют радужную оболочку глаза Очки Гарри Поттера Ох ты, она еще дрессированная Друзья, всем привет! Мы в Санкт-Петербурге, это канал Авиамания и у нас новая локация Которая не очень видна за нашей спиной, но мы привезли вас в лофт проект Этажи и будет весело! Самым входом нас встречает Алина и куча плакатов Это ворота, на которых вывешена афиша мероприятий, проходящих здесь в данный момент И, кстати, нам очень повезло, потому что именно в эти дни Сегодня здесь проходит выставка лисиц Не знаю насчет лисиц, но здесь проходит выставка носков В Санкт-Петербурге очень много продают носков Ну потому что ноги мерзнут Ноги мерзнут до зима Так и есть Очень много носков И знаете, друзья, такая супер мощная конкуренция Среди продавцов носков Знаешь, я нашла носки с нецензурными выражениями Это же это к шнуру Да, вот эти вот носки к шнуру Любимые носки Ну и все он называется Ну и после выставки носков нас встречают бары, рестораны, в которых можно посидеть, выпить, отдохнуть Буквально пара слов Этот проект лофт существует с 2007 года И на самом деле это 5 этажей на территории бывшего смольнинского хлебзавода Поэтому пойдемте посмотрим, во что превратился этот проект в 2020 году Друзья, я, конечно, видел Эйнштейна в разных вариациях Но чтобы вот в такой впервые Ну, собственно, как и Деда Мороза Ну а мы поднимаемся, друзья, наверху по лестнице То есть магазин на каждом углу В каждом вообще отсиде На лестнице, под лестницей, везде магазин Под одной крышей успешно соседствуют более 50 творческих проектов самых разных направлений 4 выставочные площадки, где постоянно меняются экспозиции Креативные мастерские, вегетарианские кафе Зал показов авторского и авангардного кино А также творческий каворкинг И также на территории есть недорогой хостел Локейшн Ну и множество других интересных мест Мы поднялись на самый верх И это крыша Да, и вход платный Шикарно И включайте на ручки Включайте, поздравляю вам до 11 Выходите на крышу и также вам спестраяться на террасе на третьем этаже Спасибо О, запах лентвейна Прям в кастрюльке Фестиваль глинтвейна на крыше Так, друзья, ладно, с глинтвейнами определились Теперь выходим на крышу Вот, собственно, так дела обстоят на крыше Санкт-Петербурга Конкретно на Олиговском проспекте Смотрите, друзья, сейчас буду вам показывать Санкт-Петербург С высоты птичьего полета За цене, Алина, мы находимся сейчас на самом верхнем уровне лофт проекта этаже А вот там внизу Есть терраса Да, есть терраса, на ней тоже сидят люди И наша печатка на руке распространяется в том числе на посещение этой террасы И мы можем посмотреть на Лиса, потом снова подняться на крышу, а потом снова на Лиса, потом снова на крышу А если каждый раз при этом покупать алкогольный глинтвейн То я думаю, что ты подниматься так, как рассказываешь, лихо не сможешь Друзья, объясните мне кто-нибудь одну особенность, которую я наблюдаю уже несколько лет в Санкт-Петербурге Вот видите вот это свечение? Это где-то над Рыбацким, там постоянно что-то освещается Причем снизу, такое ощущение, что стоят мощнейшие прожекторы и освещают небо Что там вообще происходит? Почему в той стороне Санкт-Петербург всегда вот так светится? Опять же, повторяю, это где-то метро Рыбацкое, те края Такое ощущение, что там как будто атомная бомба взорвалась И свечение постоянно идет Ну что, как тебе атмосфера? Супер! Да, друзья, в Санкт-Петербург пришла зима Видите, даже снег лежит А на Новый год его не было Мы вышли на обратную сторону Лофт проекта этажи И ой, как там прикольно! Друзья, смотрите Ларьки, прям такие же ларьки Такое же арт-пространство, как мы встретили в свое время в Таллине Сейчас здесь проходит фестиваль Глинтвейна Я думала, что на крыше будет играть музыка Но по факту нам продали перед подъемом на крышу Глинтвейн И, собственно, здесь мы развлекаем себя сами Но это даже хорошо А ты хочешь, чтобы тебя еще и развлекали? Конечно, я хочу, чтобы ты меня развлекал Что у нас есть вокруг? Что у нас есть вокруг? На панораму Лиговского проспекта мы уже посмотрели Посмотрели Здесь у нас есть кальянная на крыше Да ладно Вот, с той крыши вход Ты заходишь, куришь Да Вот это вот у нас ряды уличных кафе Но сейчас достаточно холодно, чтобы есть на улице Кафе внутри мы вам уже показали И все-таки я предлагаю найти выставку Лис Ты не против? Нет Мы пришли, друзья, на фестиваль лисиц 450 рублей По ним сможете возвращаться к нам до 9 часов вечера Е-мое, класс Идем к вольеру Ой-ой-ой, белая лиса, друзья Какая она прикольная Сейчас Виктор рассказывает Немножко интересных фактов о лисицах А тем временем я увидел нормальную, красивую, классическую рыжую лису Как из русских сказок Ох ты, она еще дрессированная Нет, у нас не было задачи конкретно их дрессировать Просто так очень Сколько ей уже лет? Этот, мальчик, ему полтора года Он молодой еще На среднюю продолжительность жизни лису Дрессу 5 лет Самое большое Дрессированное 5 лет Но это если нет болезни Если нет хищников Если есть питание Домашних условий 20-25 лет Ну, видите, как хорошо им живется здесь у нас, да? Ну, как бы потому, что медицина Должный уход, как питание Все это тоже сказывается Я лично вживую видел лис Вот так вот близко впервые Потому что, конечно, в зоопарке в свое время Когда ходил маленьким, тоже видел Но вживую, вот прям так сегодня Я хочу покачать Ё-моё Я думал, что мы сейчас уйдем Заключительная речь И мы ведь уйдем Нифига Алина увидела качели Алика сейчас показывает нам Ноу-хау Лайфхак Выход на бесплатную крышу Такая милая маленькая крыша Но отсюда нет панорамы И не видно города Но она бесплатная Да, но она бесплатная Записана знаменитая фраза Майковского Ведь если звезды зажигают Значит, это кому-то нужно И знаешь, что, судя по тому, что Сзади на фасаде здания Портрет Маяковского Здесь цитата Маяковского Мы назовем эту крышу Маяковского Новый год Давай, давай Так, движуха, движуха Я вас тоже фотографирую Так, я несколько делаю Давайте, спасибо С Новым годом, парни и девчонки Ура! Магазин называется Мне ультрафиолетово Зайдем Вау Как ярко А это что, футболки? Да, да, да Я думал, картина Это футболки Ничего себе Ну, круть И они просто подсвечиваются Эти футболочки Конечно, когда вы их наденете На свое тело Они так светиться ярко не будут Нет, если в клуб прийти То ты будешь светиться А, точно, точно Это же ультрафиолетовые футболки Просто очень давно Не был в ночном клубе Давно Стареем Слушай, объясни мне Как женщина Зачем Нужны вот такие лифчики Объясняю, как женщина Они приподнимают грудь Это контент 18 Понял Посмотри наверх Здесь нет солнца Но так тепло В моем сердце А еще здесь находится Английская школа Также на территории И, видишь, какие кодовые замки Да По стертым кнопкам Раньше подбирали код К подъезду Лайфхак Но здесь кнопки не стерты Поэтому мы этот замочек Не откроем Ну и все Уже практически тупик Сияй Да Ногти, брови, волосы И на территории Лавтпроекта Этажи Даже есть Хостел Локейшн Не знаю Найдем ли мы его Мы уже немножко заблудились В магазине Продаются волшебные палочки 750 рублей 600 Полторы тысячи Ну, полторы тысячи Наверное, самая волшебная Ну и, конечно же Волшебный флаг ЛГБТ-меньшинств Он тоже здесь продается Думаешь, он волшебный? А, конечно, волшебный Смотри, очки Гарри Поттера 400 рублей Они твои Наверное А, за 200? Ребят, скидка 200 рублей Они ваши Ох, это что такое там? Оставшие заду Маски Пожирателей смерти Из Гарри Поттера Да? Я не помню Ты вообще не фанат Я не в теме Необычная выставка Площадка для общения Начинающих фотографов Блогеров Писателей Видимо, просто сейчас Кроме нас Здесь никого нет Поэтому блогер Да, давай общаться Фотографии, видишь? Какие красивые Ты что, блогеры? Я ваш фанат Ты наш фанат Подписчик наш Единственный Причем, да На два канала На Толе Питерский И на Алиомане Один подписчик На два канала Чувствуешь уровень? Верблюд Знаешь Анекдот Да, знаю А в чем суть? А суть А суть А не песок Здесь в каждом закоулке Этого здания Есть какие-нибудь Интересные магазины С оригинальными названиями Товарами На самом деле Я бы даже провела Какой-нибудь Отдельный шопинг В лофт-проекте Потому что здесь Все такое Прямо необычное Хорошенькое Кстати, много еще Посвящено косплею Поэтому не зря Мы увидели Шляпы волшебников Гарри Поттера И так далее Ну, вот, например, Картина Просто кирпичная стена Блин, ребята Алина В этой кирпичной стене Увидела картину Это и есть кирпичная стена Подарки Интерьер Магазин называется Уик Это Что-то с Хэллоуином Связано, да? Нет Просто подарки Алина, мне так надоело Что пока ты там ходила Фотографировалась Я себе уже тут петельку смостырил Если мы отсюда сейчас Не будем выходить Я повешусь Мне жаль тебя потерять Но мне здесь нравится Ха-ха-ха Я увидела надпись Самый необычный Подарочный сертификат На Новый год Здесь Фото вашей радужки Мне так кажется Что здесь фотографируют Радужную оболочку глаза Сто процентов Вот она Так выглядит И у каждого Она своего цвета Строго И индивидуального Голубые глаза Это бесцветные глаза Я, конечно, понимаю Что девушки любят Ходить по магазинам Но я-то, блин, не девушка Мне приходится ждать Моих девушек Пока они По этим магазинам входят Вот так и живем Я увидела Рюкзак с надписью Я баба, помогите Тупые девки Как же я вас ненавижу Кажется, это какой-то Вообще Женоненавистный отдел Нет Я бабу, помогите Современные приколы? Нет Прикол Если вы любите Вот такие вот Непонятные ништяки То вам, конечно Все, да, ребят Я, честно говоря Это вообще не впирает Но приходится мучиться Приходится, да Приходится мучиться Нет, не мой формат Ну, а вот это Как у Михаила Боярского Похож? Хе-хе-хей Король я Друзья на улицу С проекта Лофт этажи И идем на улицу Контейнерную Это где-то прочитала Что она контейнерная Вот показатель Точняк И ты еще Все еще в креативном пространстве Поэтому ты вышел просто из здания Я заметил Я заметил, что я в креативном пространстве По вот этим рисуночкам на стенах Очень просим не шуметь Вокруг жилые дома Ладно, извините Более неправы Творческое пространство Для творческих людей Видишь? Я вижу Китайский буфет Чифальня А, Алина А я думал, что это кафешки А это такие же магазины По-разному По-разному Чебуреки Вот, пожалуйста Чебуречная А там вот реально парочка смотрит кино Альтернативный стрит-фуд Вилки не против Не хочешь себе набить татуху? На коли мне брови На коли Ну все Вроде мы пришли к концу Этого контейнерного рая Еще, кстати, есть свободные контейнеры Да, друзья Вы можете их занять Вот наш контейнер свободный Мусорный Мы можем его занять Боюсь, это не кафе Поэтому все-таки придется определиться с тем Что мы сегодня едим Мне кажется, что вот эта скульптура В углу Занимается чем-то нехорошим Тебе так не кажется, Алин? Кажется, кажется И говорит о том, что не надо так делать Да, кафе Юго-Восточной Азии Кухня чья Очень смешанная Есть литра, но я помню, какая-то Это воки Салаты С этой стороны Салаты Антона это пельмени Подаются в кулья А без мяса что есть? Есть воки Это рисовая лапша с тоху Есть миндарен с тоху Это пшеничная лапша Она с миндареном подожарена есть Ага Но это китайская, да? Да А из Вьетн? Супы, но... А, супы Да Вегет, в Киеве нет Вы не говорите Без мяса Стоху под тайг Давайте Да, да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Друзья, моя еда готова! Ой, какой запах А ты прям хочешь по-серьезному? Палочками? Ну, да, как? Думаешь, как-то надо иначе? Ты смотри Что это? Это едят? Да, это рисовые чипсы, я думаю А вкусно, кстати! Я не умею есть палочки Ну? Реальная вегетарианская еда Я не знаю, что это, но это вкусно Сыр-тофу Как? Тофу-сыр Ну, пускай будет Ирисовая лапша Тофу Знаешь что? Что? Я делаю вывод, что есть мы будем вилкой Поспорим Это ложка, это вилка Вот, это наш размер А в этом что-то есть Кстати, твоя еда тоже уже готова Это не моя, это Аликина курица в кисло-сладком соусе с рисом Алика знала, что есть На самом деле очень вкусно Таким образом, мы познакомились С китайской едой Или индийской Какая это вообще еда? Китайская Китайская, индийская? Здесь есть и вьетнамская Но только супы И они с мясом Когда я сюда заходил У меня был вопрос Можно ли этой пищей вообще наесться? Скажу так Съел одну треть от этой тарелки И уже живот полный Будете смеяться Еем впервые вон Впервые Я ничего против него пока не имею Да? Да Замечательно Вот Алина сидела, мучилась Ждала еду И наконец-то ей принесли Ждала и дождалась Рисовую похлёвку И знаешь, что В отличие от тебя Я не буду выпендриваться палочками Я сразу беру вилку И показываю Что у меня здесь лежит Яичница Помидорки, огурчики По-моему, жареные Такие же рисовые Лепёшки И маленькие вкусные Пшеничные макарончики У меня уже прямо Слюньки текут Это попробовать Так Сухарики сверху вкусные Пробуем лапшу А, кстати, где креветки-то интересные? Они были? В море Лапша вкусная Вкусная Мне нравится Мне нравится вог Вот именно такой Я чувствую вкус креветок Кстати, они здесь есть И макарончики пропитаны креветками Поэтому и вкус такой приятный Так как моя любимая паста Это паста с лобстером С крабом Паста фреско в Италии То, соответственно, креветки я тоже люблю В общем, вкусно Порция большая Я буду есть Хватит мне снимать Мы покушали Было очень вкусно Да, было очень вкусно Мы передаем привет лучшему повару На контейнерной улице Как вас зовут? Как? Микки Передавайте привет Микки Жму руку Микки Молодец Вкусно нас накормил Даем вам 5 звезд Мишлена Пока С Новым Годом Пока И знаешь, Толик Несмотря на то, что у нас печатка Вот тут вот И вот тут вот печатка И мы еще до 9 вечера Можем ходить к лисам на крышу И обратно А все так и так Но пора заканчивать нашу серию Потому что показали мы вам много Это серия, наверное, минут так на 20 Точно, как вы любите Чем дольше, тем лучше Многие нам писали Снимайте чуть ли не часовые видео Можно просто в режиме стрима это снимать На самом деле мы поели Мы устали И будем с вами прощаться Если вам понравилось Не забудьте поставить лайк Конечно же подписаться на канал А мы с вами увидимся в следующих Не менее интересных выпусках До новых встреч Так что не пропустите, да, друзья? Пока! Пока!